Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в пресс-центре Комсомольской правды певец, который будет представлять Украину на конкурсе «Новая волна» Вячеслав Рыбиков. Здравствуйте, Вячеслав. Всем привет. Ну, собственно, расскажите нам, пожалуйста, откуда появилась идея подать заявку на «Новую волну». Я знаю, что вы участвовали не так уж и во многом количестве конкурсов по сравнению с Викторией Петрик. Чья была идея и как воспринимали там на сквенно-отборочном туре? Идея родилась так, ну, то есть просто мне подошли и сказали, друзья, из Киева, это как раз было во время проекта «Голос», потому что ребята некоторые с «Голоса» тоже туда пошли. Вот, и сказали, не хочешь попробовать пойти на кастинг «Новую волну»? Я подумал, почему бы и нет. Вот, и я поинтересовался у нашего тренера, и он одобрил, он сказал, да, конечно, я только за, немножко проконсультировал. То есть, ну, какие-то вещи сказал полезные, которые, может, пригодились мне. Например? Ну, это больше к Москве уже, когда вот на первой, то есть там ничего такого. Это когда уже в Москву поехал, он мне сказали, что некоторые вещи, ну, потому что он знает всю эту кухню. Поэтому я просто посоветовал, без всяких понтов, на максимум отработать материал, то есть выйти и сделать все по максимуму. Ну, как бы то, что удивлять там нечем, некого. То есть, там люди уже все видели, все слышали, поэтому, вот. То есть, ну, в Киев я пошел на кастинг с, так сказать, с друзьями. Вот. У нас было из голоса там три человека вроде бы, больше, или четыре. Вот, и было все так, что в Москву пошло двое. А в Москве уже, я как бы, мне посчастливилось пройти, единственное, пройти в юбиле. Ну, я, конечно, не ожидал, что получится, но я очень рад. Это очень ответственно, очень переживаю. Вот, но у меня есть время, у меня есть, в принципе, все для того, чтобы достойно выступить. Просто нужно постараться. То есть, я думаю, что все получится, все будет хорошо. Времени, я так понимаю, уже не так уж и много осталось на самом деле. Москвичи как там воспринимали? Все-таки чувствовалась какая-то напряженность по отношению к конкурсанту из Украины? Либо все было абсолютно лояльно? Вот, вы знаете, все говорят, ну, как бы, да, действительно есть конфликт, там, сейчас, между странами. Но я лично не почувствовал никакого пренебрежения. То есть, уже спрашивали. Ну, то есть, люди есть люди, везде люди. Может быть, там немножко другой ритм жизни, там немножко по-другому люди вообще относятся ко всему. Но именно то, что я вот из Украины, я не почувствовал. Тем более, когда я сказал, что я из Донецка, и вообще, как бы, и Ревзин, один из членов жюри, он сказал, ну, я тоже, как бы, из Донецка. Ну, типа, расслабься, типа, здесь свои люди. Ну, то есть, поэтому, все хорошо, в принципе, я не почувствовал ничего такого. Когда объявили, что вы проходите в Юрмалу, то есть, я так понимаю, предчувствий никаких не было, да, что все такое происходит? Там, вещественные, вот как бывает иногда. Я стоял еще, даже, как бы, не слушал результата, только стою себе, и потом говорят, Рыбиков, и я такой, что? То есть, вы не надеялись пройти, да? То есть, вы решили попробовать всегда, да, с твоей силой? После первого моего, там был полуфинал, я прошел полуфинал, и после этого, я как-то, ну, не знаю, мне показалось, что как-то не очень, возможно, в некоторых местах там открылся, успел, но мне показалось, что, наверное, я запорол все этот шанс. Но был второй шанс, и я, как бы, собрался и спел лучше, вот, и, как бы, ну, не было там вообще, там, такого ощущения, что я не пройду. Конечно, надежда всегда, умирает последний. Вот, ну, немножко, да, немножко неожиданно для меня было, то есть, все-таки это такой конкурс, там много ребят могли тоже пройти, вот. Ну, это очень приятно, конечно. А Сергей Лазарев как отреагировал на вашу победу, так сказать, маленькую на победу? Я написал, как бы, что ура, там, пошел, он такой написал тоже, типа, класс, молодец, просто тоже порадовался. Ну, спорю. Сказал, что класс, увидимся, типа, юр, ну. Больше после этого не общались вы после голоса? Общались, и, то есть, он немножко помогает мне, то есть, с песнями, на волну, то есть, вот, я завтра еду в Москву, и при возможности хочу с ним встретиться тоже, то есть, у него будет время, чтобы он послушал, и все-таки, как бывший тренер, помог, потому что, ну, я ему, в принципе, доверяю, знаю, что он может дать хорошие советы, поэтому хотелось бы с ним увидеться, я думаю, что это получится, и он мне, думаю, подскажет. Плюс есть мой педагог в Москве, к которому я еду, с которым мы будем заниматься сейчас очень активно, вот, вокалом и песней разучивать. То есть, это будет такая активная подготовка. Следующий вопрос, собственно, от Лены, репертуар уже готов, уже известно, какие песни будете исполнять? И как с песней на родном языке, в принципе, делать? Репертуар, как бы, известен, но он еще не точно утвержден, вот, и я думаю, что как раз в ближайшие дни точно будет ясно, что, ну, я просто не хочу сейчас говорить, многие спрашивают, какие песни, я не хочу наперед, как бы, потому что, может быть, что-то изменится еще. Потому что мне еще 100% как бы не сказали. То есть, я, да, я учу, я уже работаю над песнями, но их, как бы, несколько, и какие-то из них потом просто, может, 5-7, как будут. Вот, поэтому, и на украинском, конечно, будет песня, вот, очень хорошая, так сказать, чтительнородная, вот. Вот, и, конечно, над ней тоже работаю. Над произношением, я вот считала, что у вас там проблемы с произношением. Да, стараюсь, стараюсь. Ну, я не знаю, говорить нормально, я просто никогда не практиковал просто в жизни украинский язык, поэтому я переживаю за это. Но, в принципе, в песне этого проблемы не будет. Ну, просто в нашем регионе, где же ума говорят, к сожалению. Ну, да, да. Хотя мне очень нравится этот язык. Ну, интересно было бы по сути, как вы говорите. Так, мы этот вопрос ответили. Следующий вопрос у нас касательно стиля. Светик, кто из украинских дизайнеров консультирует тебя по вопросам стиля перед новой волной? Готовы ли уже какие-то концертные костюмы или хотя бы наброски? Будет ли кардинально меняться по стилю? Украинские дизайнеры, к сожалению или к счастью, я не знаю, никто мне не помогает в этом. Вот, то есть этим будет заниматься новая волна, то есть у них есть там дизайнеры, я так понял, которые будут всех конкурсантов, конкурсантов одевать и переодевать. И да, мне уже звонили и советовали со мной приблизительно. Скидывали мне некоторые фотографии примерно в таком стиле. То есть не хотят сильно уходить, как они сказали, от моего стиля, то есть просто немножко более, как сказать, праздничное, что-то яркое будет. Будет где-то шесть вариантов разных костюнов, из которых мы что-то выберем. То есть вам нравится то, что вам присылали? Да, в принципе, ничего такого ужасного. Перьям никаких сбула не будет, да? Нет, целую. Кэти пишет нам далее, кто поедет с тобой в Латвию в качестве группы поддержки? Девушка поедет на новую волну? Нет, со мной поедет мой педагог к локалу, он также является моим хорошим другом. А как зовут педагога? Макс. Просто Макс? Макс Девицин. Макс Девицин. Хороший друг. Давно вы общаетесь? Не так давно, где-то три года. Но он мне очень помог вокально подняться. У него очень много талантных учеников. И просто так сложилось, что у нас много общих друзей. И как-то так получилось, что мы с вами подружились, и он начали помогать. Как бы чем-то я бы заинтересовал, так сказать. Он захотел мне помочь и реально очень помог. Вот поэтому я решил взять его, потому что мне нужна будет его консультация. Может быть тоже там в Юрмале целые две недели где-то подготовка будет, чтобы он мне помогал с песнями. Ну и вообще он может поддержать, то есть, трудоминутые. То есть с вами едет один человек как группа поддержки, да? Больше не помогает? Да, точно один, но может быть и еще поедет один человек. Ну, это вопрос. А тынге вопрос. Знакомый ли ты уже с творчеством конкурентов? Кто вам нравится больше? Задавали тоже где-то этот вопрос. Я как-то даже не интересовался. Ну, я видел в Москве то, что я видел. В принципе, мне достаточно было то, что я видел. Ну, понятно, что все сильные ребята. И я просто не вижу смысла сидеть и там выискивать, и смотреть, какие мои конкуренты, зачем. Ну, я от этого просто не стану лучше и сильнее. Главное, над собой работать, свои ошибки иставлять, а вот над другие смотреть. Ну, я лично этого не делаю. А сколько конкурсантов в этом году? От Украины или вообще? Нет, ты вообще. Не помню, я думаю, где-то человек 20 точно. Может больше. А с Викой Петрик общался, получалось? Она, девочка, уже на многих конкурсах поучаствовала, поездила. Да, наверное, поэтому и не получалось. Ну, в Москве как-то, не знаю, я как-то вроде чуть-чуть хотел там пообщаться, но как-то вот какая-то вот дистанция. Наверное, просто еще я не того уровня, чтобы с ней общаться. Ну, ничего себе, то есть, я так понимаю, Вика. Я шучу, не, ну просто, не, она молодец, она знает себе все, то есть, я ничего там, нет. Потом, после того, как я прошел, да, подошла, мы там сфоткались, то есть, что-то было, но после этого не общались. Я, кстати, был в Одессе буквально позавчера, я вот потом, что уже вспомнил, что в Одессе надо было ее найти. Ну, я как-то ее даже хотел найти, но я не смог у нее или строительство бакерирования, или что-то, я не смог ей написать. Я хотел написать, может быть, увидимся там в Одессе, но, ну, в общем, не получилось. Понятно. Было также много вопросов от Ани, например, ну, в частности, от Нани. Какие планы на будущее после «Новы волны»? Голос прошел, да, конкурс «Новы волны», что дальше, планируется ли какая-то, может быть, какие-то новые песни по ее выпускать, альбомы? Ну, там, до стола, были ли есть какие-то предложения, не знаю. Хочется, конечно, ну, я не знаю, что будет после «Волны», как бы, какой результат будет вообще, какие будут предложения. Поэтому сейчас не могу говорить конкретно. Ну, конечно, хочется, да, выпустить, безусловно, свой альбом, то есть материал есть, то есть много лет писал песни, поэтому нужно, конечно, их воплощать. Наверное, очень много песен придется просто отсеять, выкинуть, но многие, я думаю, останутся. Конечно, будем смотреть, какие варианты будут. И, конечно, есть мечта продвигаться, то есть свои песни продвигать. Ну, именно, хочется свои песни, какие-то там брать у кого-то, покупать или там еще, а именно свои, авторские, в общем, подвергать. Со скольки лета ты начал писать песни? Ну, где-то первая песня была в лет 10, но это было ужасно. Ты ее помнишь сейчас? Я ее помню, но я не буду ее петь. Я как-то показывал друзьям, там, так посмеялись, до сих пор иногда вспоминаю. Ну, это, конечно, так было. Ну, это так, я знал там два аккорда, и то какие-то непонятные аккорды знал там, и что из них пытался писать, поэтому получалось смешно лучше. А кто, вот в 10 лет пишешь песни, кто главный критик для тебя? Кому первым показываешь написанный текст, исполняешь? Ну, так классно сложилось, что у меня есть друзья, с которыми у нас была группа. Сейчас, зажиму, как бы нет, она как группа распалась, но мы втроем, вот, Данила, это басист, Матфей, это они братья, между собой родные гитарист, и я вокалист. Вот мы с ними вот вместе сработались, мы очень хорошие друзья, и мы с ними вот друг другу показываем. То есть, конечно, если первое, ну, первое, я им показываю, то есть я написал, сразу высылаю, показываю, то же самое они написали, скидываю. Поэтому мы вот вместе втроем работаем, я надеюсь, что вот и дальше мы вместе работаем, потому что у нас получается это. То есть, если есть какой-то кусочек, там, у меня песни, я показываю, или бац, его доделали, там, Матфей чуть-чуть дописал, там, Данила, что-то подсказал. Так, кусками собирали песни. То есть, в дальнейшем ты планируешь работать как сонный исполнитель, или все-таки будет какая-то группа? Ну, я не знаю, я хотел быть с группой, но как идет сейчас все с моим именем, возможно, это будет как сонный проект, возможно, ну, мы с ребятами уже об этом говорили, в принципе, им не так важно, там, как называться, там, или там, сонный, там, проект, там, Славика, там, Рыбникова, или там, группа, там, в принципе, просто есть уже какое-то имя, там, у меня, ну, поэтому, может, будем использовать просто, моим именем, но это будет как группа. Ну, например, как группа Валентинской колл, да, уже стала? Ну, типа, я не знаю, ну, я думаю над псевдонимом, там, посмотрим. То есть, важно, чтобы мы работали вместе, это самое главное, больше всего, действительно, чтобы это получилось. А как это будет, сольный, или эта группа, в принципе, это так важно, чтобы мы работали вместе. А вместе вы долго уже работаете? Ну, вообще, группа у нас в 2008 году, так уже давно. Вот было, мы его создали. До этого мы тоже общались, именно творчески, вот, начали подходить серьезно, где-то в 2008 году, начали писать. А вы где-то выступали там, я не знаю? Ну, выступали, да, мало в основном, то есть, такие, незначительные какие-то небольшие фестивали, там, Донецкий, там, какие-то клубы, там, такое. Ну, мы начинали с такого рока, в то время, когда мы начинали, было такое движение эмо. А, да, да, да. И мы, типа, тоже эмо. А я, конечно, было смешно, эмо такой, с кучерявой челкой, такой. Вот, поэтому мы начинали такие песни, всякие, писать рок-эмо какой-то. Вот, сейчас тоже смеемся, вспоминаю. А в дальнейшем, тоже, в каком стиле планируется работа? Ну, не хочется вообще уходить в какую-то попсу, хочется все-таки что-то поп-рок, поп-рок, такое, с элементами, может быть, фанк, поп-фанк-ролл, что-то такое, не знаю. Ну, сложно просто пробиться в нашей стране вообще с рок-музыкой. Хотя, вот, Лакарчук сейчас собирает 80 тысяч, но это, по какому-то, какому-то, наверное. Ну, почему же? Он только когда-то начинал с нуля. Да, но все равно у него, как бы, и рок, на самом деле, его слушают все, это не какой-то тяжелый рок. Это, можно сказать, поп-рок, такой легкий. И поэтому очень доступно для всех, то есть, он может слушать и женщины, там, и мужчины за 40, и 50, и молодежь, то есть, он такой обширный. Главное, тексты, вот, у него тексты очень хорошие, то есть, близкие к народу, и вообще, то, что он патриот, это тоже, как бы, очень, ему помогает. Ты, кстати, попал к нему на концерт? Не, я, к сожалению, был в Одессе. А в Одессе же вы? Я так радовался за Игоря, победителем голоса, он же с ним выступает сейчас. Да, на Игоря это большой став, конечно, да? Я пишу, говорю, красавчик, что там, когда позовешь на концерт, он говорит, я сам, я не знаю, я в шоке, я такой, да, эмоция есть. Еще вопрос был от Ани, на каком языке тебе комфортнее петь, на русском или английском? Комфортнее, наверное, все-таки на русском, но иногда красивее звучит на английском, зачастую. Поэтому комфортнее, почему комфортнее на русском? Потому что ты осознанно понимаешь, о чем ты поешь, во-первых, то есть ты не просто там, ну, на английском тоже, как бы, да, я там, о чем пою, я знаю, о чем пою, я знаю, о чем песня. Ну, я не столько там, совершенствую знаю английский, чтобы прям, вот, чувствовать, о чем я пою каждое слово. Поэтому комфортнее все-таки на своем языке, петь, который ты понимаешь. Когда ты каждое слово, ты произносишь, ты поешь, ты как бы вкладываешь в него, как бы, особенно, ну, какое настроение какое-то, то есть ты подстраиваешься под слова. Вот, но я чаще, наверное, пою на английском, вот, даже если брать голос, то я пел четыре песни на английском, насколько помню, я одну только на русском. Поэтому, ну, просто действительно английский красивее, мелодичнее, если ты, как бы ты там не спел, как-то звучит красивее. Ну, если только ты работаешь над этим, многие поют на английском, как, не знаю, на русском, с таким стронг, рашен акцентом. Да, да, есть такое дело. Поэтому, если петь на английском, то надо заниматься, то еще произношение было, просто акцент. Так, последний вопрос от Ани, чему еще хотел бы научиться? Грина, гитарина научился, да, петь умеешь уже, какие навыки хочешь еще приобрести в будущем? Вообще, вот, все, вот, все музыкальные инструменты люблю, то есть, я и на барабанах люблю постучать, там, и электрогитару, и, например, гитару, ну, на гитаре я играю, на клавишах я чуть-чуть играю, хочется развиваться, вот, больше хочу на клавишах, сейчас научиться играть. Ну, вообще, очень люблю все инструменты, там, и дома и гармошка валяется, там, и все, что-то, то есть, хочется на всем по чуть-чуть играть, вот, но основное, конечно, вокал для меня. То есть, в основном, это второстепенное такое. А если отойти от музыки, например? В смысле? Ну, если отойти от музыки, чему хотел бы научиться, там, водить аэромобилит, там, или еще чего-то? Ну, я бы ночью хотел очень вкусно готовить, мне это нравится, мне нравится вкусная еда. Ну, вообще, сам процесс приготовления мне нравится. Ну, все смеются, говорят, я умею, я соприкалываюсь, говорю, да, я умею готовить два своих фирменных блюда. Каких? Омлет. И омлет сыра. Зато, все говорят, что он получается у меня просто шикарный. Действительно фирменный, да? После голоса, да, уже зная, вот, это кухня телепроектов, хотел бы поучаствовать еще в каком-то вокальном телешоу? Возможно, не в Украине, в другой стране, потому что это все-таки какой-то большой шаг для начинающего вокалиста. Ну, да, я очень позитивно вообще отношусь к таким именно вокальным проектам, то есть, ну, у нас это действительно голос, а остальные проекты сложно назвать там вокальными, то есть, это в основном какое-то шоу, там, все, вот именно голос Украины, это действительно вокальный проект, и подобные проекты я попробовал, ну, действительно, то есть, связано с голосом. Ну, в других странах, конечно, если попасть на, там, The Voice, там, где-то в Америке, это вообще, конечно, круто, там уровень очень крутой, тогда еще надо постараться, конечно, работать, надо. Так, следующий вопрос у нас от Сони. Аркадий Войтюк в прошлом году признался, что финансовая сторона подготовки к конкурсу практически полностью легла на его печи, вернее, на кошелек. Как у вас будет решаться этот вопрос? Вопрос немаловажный, потому что, все-таки, и поездка, и проживание там, и какие-то костюмы. Ну, вот тоже многие спрашивают, сколько ты заплатил, где ты деньги взял, ноль, ничего я не заплатил. Реально, то есть, никаких там взяток, чтобы попасть на волну, ничего, я этого не делал. Вот, и, ну, все, что, мои расходы, то есть, дорогу волна оплачивает, проживание оплачивает. То есть, какие еще могут быть расходы, ну, только личные какие-то, и все. То есть, костюмы они там предоставят. Поэтому, единственное, что, аранжировки, там, запись песен, вот это на меня любят. И все. То есть, все-таки, это с твоего кошелька. Да, вот эти песни, то есть, если мне нужно поменять аранжировку, сделать, записать это, это на меня любят. А остальное, в принципе, все они покрывают. Я тоже, как бы, удивился, ну, я переживал, мне многие говорили, ой, там, столько денег надо, там, я уже все думал, в долги влезу, там, не знаю. Но потом мне сказали организаторы, мы все оплачиваем. То есть, и даже плюс, они с собой одного человека, я беру, тоже они оплачивают ему. То есть, вот, мой дорогой делится, но они ему тоже оплачивают и проживание, и поэтому, в принципе, нормально все. Ну, да, по результату посмотрим, конечно, как оно будет. Ну, надеюсь, что. Вопрос от Кати. Есть ли у тебя какой-то оберет, который повезешь с собой Юрмалу, и вообще, вот, перед выходом на сцену? Есть ли у каждого артиста какой-то такой оберет? У меня нет никаких там оберетов и прочих, каких-то амулетов. Я вырос в христианской семье, поэтому для меня молитва твоя, вот. Я просто молюсь перед сценой. Прошу, чтобы Бог не помог, и все. Поэтому мы... Так, несколько вопросов от Юлии. Хотелось бы узнать о твоих родителях, Слава. Кто они, чем занимаются, помогают ли тебе? Мой, так как я говорю, что я родился в христианской семье, мой папа – служитель церкви. Вот. И мама – домохозяйка, то есть мама всю жизнь почти дома, потому что папа не хочет, чтобы она работала. Он его очень любит, поэтому заботятся они. Говорят, что они дома, поэтому у нас дома всегда порядок, чистота. И вот. Ну, обычные родители. То есть у меня какие-то там богатые родители. Там просто некоторые люди пишут в комментариях – ой, там у Рыбиков все схвачено, там проплатили родителей. Ну, это, конечно, все ложь. То есть обычно есть. А вокальные данные у тебя в кого? От кого? Ну, кстати, вот папа у меня пел, тоже тенор высокий был, то есть в молодости пел. Вот. Мама у меня играет, играла на музыкальном мандолине. Вот. У меня дедушка или прадедушка, я уже не помню, пел. Вот. Поэтому есть, да, конечно, какие-то родственные… Геной передались, да? Да. А как, кстати, родители отнеслись вот… Ну, это достаточно такая большая победа поехать на новую волну представлять Украину. Волнуются ли? И не хотел ли ты взять кого-то вот из них с собой, например? Ну, конечно, волнуются, потому что это очень серьезный фестиваль. И вообще, как бы, шоу-бизнес – это все так серьезно и нелегко. Поэтому, конечно, переживают. Ну, конечно, общались на эту тему. Не было никакого негатива там или того, что они против. То есть, в принципе, они поддерживают меня. Вот. И… То есть, никаких таких траблов не было. Вот. Хотел, в принципе… Ну, как хотел. Я не против, все, они приедут. Вот. Ну, они даже об этом говорили. Я не знаю. Да. Вряд ли приедут. Ну, может быть, и приедут. Потому что надо было денег. У меня же еще брат младший. Его тоже надо с собой брать. Вот. У меня еще сестра, кстати, есть старшая. Сколько у вас детей? Троица? Да, трое. Может, там еще кто-то? Угу. А, кстати, вот, родился у меня походу вопрос. Шоу-бизнес. Все мы знаем, как там бывает, да? Отец – служитель церкви. Что они говорят по этому поводу? Что ты выбрал такой путь? Не говорили, ну, что это за профессия приветствия? Ну, давай уже нормальный, ну, какой-то бухгалтера там выучить, да? Многие родители такие против бухгалтера. Вот не говорили реально. То есть, не было такой. Конечно, просто нужно быть всегда, не важно, где ты находишься, в шоу-бизнесе или там вообще в жизни. Нужно быть, ну, всегда человеком, нужно быть всегда принципы жизненные, то есть, сохранять свои. И это самое главное. То есть, в какой бы ты ни был сфере, нужно быть самим собой. И поэтому зародители говорят просто, что не нужно, ну, что-то менять в себе кардинально там или, ну, в плане в том, что подгибаться там, прогибаться под… Какие-то правила вот эти шоу. Ну, так, по-любому, конечно, придется как-то, да, там. Но все-таки я стараюсь принципиально держаться каких-то своих позиций. И, то есть, ну, я надеюсь, что я смогу как-то стоять на своей позиции. Ну, если даже будут какие-то там предложения, такие, что будут ломать меня внутри, я буду отказываться от таких предложений. Ну, я не хочу свою внутреннюю природу, так сказать, просто поломать, разорвать. Поэтому я надеюсь, что мне хватит сил с помощью моих близких и друзей. Вот этот стержень внутри меня останется. Угу. А ну, просто ты поешь так в роковом, да, вот Эмма там была… Ну, это было очень давно. У Шарла, как говорят, как с наркотики рок-н-ролл, да? И тут папа священник получается, немножко не соответствует. Ну, у меня папа очень мудрый священник. Он знает, что если, я так думаю, если ребенка вот так постоянно, так сказать, пилить, то это ни к чему хорошему не приведет. Вот поэтому он относится с уважением и никогда меня особо там не пилит. Просто дает советы мудрые, которые мне помогают. Везде можно быть, так сказать, светом. В любой свете можно светить и можно приносить какое-то добро и радость людям.